Наверняка все знают, что такое калядки и вканун какого христианского праздника они проходят. Это слово большинство ассоциируется с песнями, рассказами о рождении Туса Христа, вифлеемской звездой, ряженными в маске, шкуре людьми и гаданиями. Однако мало кто задумывается, что в каждой местности есть свои обычаи и традиции калядования. В нашем случае в качестве примера выступили участники детского образцово-фольклорного коллектива «Дароносица» Жабенковского района, которые в буквальном смысле слова показали гостям тематической выставки, как они поют обрядовые песни и ходят со звездой. Колисти наши прудки рыхтовалися до калядки, прибирали хату, за все дышали отдельно до этого свято, рыхтовали некие иншие речи. И вот мы можем на этой выставе увидеть, как рыхтуются до каляд сегодня, потому что в Жабенковском районе, как нигде, заховывают эти народные традиции. Кстати, раньше петь калядки было принято 21 декабря, в день зимнего солнцестояния. Все изменилось после принятия христианства на Руси. С тех пор обряд присоединили к празднованию Рождества Христова. Поэтому сегодня в народных калядках сосуществуют и языческие, и христианские мотивы. Их главный символ – коза, которая, согласно поверью, оберегает дом от злых сил. До сих пор пение обрядовых песен перед Рождеством – традиция в Жабенковском районе, которая передавалась, передается и будет передаваться от старшего поколения к младшему. У нас на Роздво ходят со звездой, а есть в других деревнях, тоже, кстати, в Жабенковском районе, в других деревнях, где ходят ряжаны. У нас ряжаны персонажи ходят на шедруху, это старый Новый год. От тогда уже переодеваются в доктора, во всяких других персонажей, дурака валяют, много юмора, смешат людей. Ну, вот это больше на старый Новый год. У нас больше ходят со звездой. Но мы сегодня, конечно, привезли элементы и рождественских поздравлений, и старого Нового года. Ну, чтобы люди имели понятие, что можно и так, можно и так. Кроме показательного выступления на вернисаже можно было познакомиться с редкими экспонатами, народными атрибутами Рождества, созданными жабенковскими мастерами. С одной стороны, пленяли взгляд тканые рушники, с другой на гостей смотрели загадочные калядные маски и венки, сувениры, куклы, главные символы новогодних праздников, красавицы ели, созданные из подручных материалов. Некоторые вещи являлись настоящей семейной реликвией, передаваемой из поколения в поколение. Словом, выставка получилась очень колоритная, буквально проникнутая рождественским калядным духом. Прийти и почувствовать его можно до 20 января нового 2016 года.